символ белоруссии аисты не зря я рано утром вышел и вот мы выходим на набережную свислочи я обожаю минску 1820-х годов постройки прям все красиво что все отвлекает от повествования в историю брусчаточка ну 18 век но что еще надо снимать и здесь кино и наслаждайся здесь вот и корейская пожалуйста кухня с одной стороны была индийская здесь корейская если вы путешествуете самолетом то вы безусловно прилетаете в аэропорт минск 2 который построен в 80-х годах это достаточно современный аэропорт в нем вы можете найти пункты обмена валют перед вылетом вам не надо задумываться по поводу наличия местной белорусской валюты также я вам советую приобрести телефонную сим-карту местного провайдера это не реклама данного провайдера это самый дешевый провайдер аэропорт находится достаточно далеко от города между аэропортом и городом курсируют автобусы такие лайфхаки это улица богданович которая пересекается с улицы янки купала и вот справа за перекрестком начинается троицкое предместие куда мы отправимся на месте троицкого предместия найдены следы проживания людей 12 века сочетание советской архитектуры по богдановича и также которая переходит в старую архитектура у нас уже зеленые мы пошли вот отсюда нам открывается вид на памятник интернационалистам и постепенно переходим на старые минские здания историческая справка троицкое предместие вид на татарскую слободу можно видеть на старые деревянные домики вот такие река без набережных дорожойскую гор вид вид на троицкую город улочки такие прям действительно где-то ощущаешь себя давних старых временах мы были выборге и там тоже сохранилось много старой архитектуры но вот здесь как-то это все конечно это центр минска здесь это все выглядит очень шикарно здесь прямо вот можно фильмы снимать давайте еще раз пройдемся посмотрим что здесь троицкое предместие конечно это не новое но снимаю здесь первый раз женой мы уже здесь ходили несколько лет назад гуляли хочется все-таки когда-то приехать в минск побольше в нем остаться и больше времени уделить именно изучение этого города этой истории великолепно просто обожаю минск у него своя особенность своя притягательность изюминка далее идет современное жилье кстати самую дорогую квартиру и на белорусском риэлторском сайте я видел как раз таки вот в этом доме прише которого развивается белорусский флаг на независимости стоит наверно посмотреть также почем квартиры центре минска на независимости старых домах советской постройки именно такой монументальный смотрите другой репортаж про недвижимость минска про недвижимость на проспекте независимости мы еще поговорим вернемся к улице богдановича это тоже центр рядом с троицким предместием рядом с ними гай давайте посмотрим сколько стоит недвижимость в этом районе за домом на богданович такие уже современные здания это рядом с рекой свисло и вот в общем-то такая советская архитектура осталась лестница на крышу я так понимаю что это пожарные лестницы если вдруг подъезд огнем прегражден тогда можно через крышу таким образом жителям спускаться на поля на дело что таких домах конечно это возможно только молодым людям это здание построено советские годы вид из окна подъезда пожалуйста вот пролеты так бы организованы раньше то есть полностью оконный пролет с 1 по 5 этаж трехкомнатная квартира которая стоит 12 миллионов шестьсот шестьдесят тысяч на четвертом этаже очень интересное описание данной квартиры сталинка сердце столицы с видом на сквер и фонтан оперного театра все и так и есть дом относит к неоклассицизму этот дом самый комфортный всех трех домов советов минске апартаменты предназначались для красных командиров и номенклатуры в этом же подъезде на третьем этаже проживал панченко на втором этаже петрусь бровка следующем подъезде кулешов в левом подъезде кондрат крапива в 1947 году дом отстраивали немцы со свойственной дотошностью качества дом теплый не промерзает потому что немцы строили надежно это конечно такой маркетинг 20 разряда и по своей технологии заделывали окна ну ладно пусть будет так чтобы выдрать старую раму ох переоцененное качество уже сегодня понятное дело да все говорят о немецком качестве но она постепенно исчезает изюминка третьего дома советов врезные ванны больше напоминающие мини бассейны глубина некоторых могла достигать 70 сантиметров такой бассейн торг уместен также смотрел другие квартиры в этом доме но вот там был паркет кухня да выглядит очень прикольно такая на современный лад уже сделано но ванна конечно поражает и конечно же впечатляют окна в ванной комнате окна выходят на обе стороны дома на улицу богдановича и во двор театр оперы и балета это вот как раз таки на пересечении янки купалы и богдановича установка оперный театр на богдановича заходим во двор вот сейчас я вам покажу мемориал даже здесь в одном из дворов минска здесь такой памятный камень о 24 июня 41 года 146 человек погибла при авиа ударах да это всего лишь три дня с начала войны и вот такие уже жертвы были смотрел несколько репортажей посвященных граффити беларуси фестивалю улица молодые люди высказывают что им не хватает современной архитектуры минске надо куда-то двигаться развиваться ну вот пожалуйста по моему замечательно уже что они хотят они хотят минске что минск должен быть столицей мира исторически и теоретически невозможно потому что ну заложено все по-другому и вот такой замечательный портрет мужчины собакой какой-то художник 2017 года белорусской столице проводят фестиваль граффити улица латиноамериканские художники приезжают в этот замечательный город для того чтобы его дополнить своими работами не знаю как это объяснить почему именно латиноамериканские художники почему не какие-то другие но возможно в этом тоже можно увидеть какой-то политический контекст мы не будем его искать где-то смотрел по истории кинематографии минска 90-х годах минск пытались замаскировать под лиму под столицу латиноамериканской страны под перу в чем логика я честно говоря не понял в чем это было вызвано это неужели как бы перелет через океан и перелет в минск то кинематографии там дешевле чем снимать это в латинской америке в гетто здания большого завода я не знаю работает или нет ну судя по тому что он какие-то камеры то он работает и вот здесь также заборы официально все разрисовано власти разрешили граффитчиком использовать этот район украсить его и тем самым вот эти граффити муралы которые на стенах это прям вообще это новые это невероятные вещи очень круто мне очень интересно за какое время их исполнили по тегам я обращаюсь что славянские имена скорее всего местными локальными художниками вот но на заборе такое бомбинг олдску ну такой на самом деле да папа круче чем в калининграде калининградским райтерам следует наверно ориентироваться уже мы еще съездим в питер и питере снимем все в кабеле как что выглядит и вот эти ивы обожаю прямо они дополняют весь эффект шикарно шикарно на закладном камне 31 марта 90-го года началось строительство памятника воинам-интернационалистам погибшим в афганистане афганская война как раз таки связано с распадом советского союза и вот да вот этот памятник который символизирует героев которые погибли при защите отечества в этой геополитической войне которую ввели американцы вот но мы сейчас подойдем поближе к этому к этой монументальной назовем ее мозаикой первое слово которое пришло мне в голову здесь можно видеть целый исторический пласт это вот люди которые шли за советский союз защищали свою родину от немецких оккупантов из материала железобетона сделано и какие лица этих людей цивилизованные европейцы в 41 году оккупировали минск минск был полностью разрушен и с трамвайным сообщением минску совершенно не повезло потому что в конце 19 века была запущена конка и планировалось уже в 1913 году запустить трамвайное сообщение но как вы понимаете все те же цивилизованные европейцы этим планом помешали так же как и в 1941 году ладно а я увидел первый трамвай я увидел первый трамвай это классно да очень так же символично в минске все происходит с точностью до наоборот потому что минска это троллейбусная столица трамваев здесь очень мало лебусная сеть почти на 500 километров но центре я еще не видел ни одного троллейбуса поэтому надеюсь хоть один троллейбус увидеть в районе вокзала и тогда расскажу про них наконец-таки а вот и желанный трамвай сейчас он поедет скопольные трамваи которые производят белкомун маш а это белорусское производство вот такие травочки катаются ширина клей трамвайной клей белоруссии метр пятьдесят четыре трава и конечно упразднены как я уже рассказывал с немцами как-то не сложилась трамвайная сеть в минске обратимся на октябрьской улице к такому памятнику здесь 26 октября 41 года фашисты казнили советских патриотов труса щербацевича брускину даже такая память на такой памятный камень здесь имеется очень почетно впечатление складывается до минчане ну и в том числе я думаю что вся белоруссия помнит и хранит память о тех страшных временах когда это было все когда немцы оккупировали эту страну троллейбусы все-таки есть первый троллейбус я видел так что это не обман то что минск это самая крупная троллейбусная сеть в мире вот кстати номер 6 маршрут они здесь прям курсируют друг за другом вот пожалуйста наблюдайте здесь можно видеть для рогов провода вот они так вот курсируют здесь на вокзал тоже на вокзал троллейбусная сеть включается порядка 800 троллейбусов которые в основном соединяют соответственно спальные районы окраины минска по центру они практически уже не курсируют на том же белком умаше производят и троллейбусы троллейбусы на современный манер изготавливают низкопольные таким образом заряжают аккумулятор электроавтобуса прикольно в районе вокзала здесь да можно видеть по центру здания 1953 года постройки понятное дело что после войны здесь все начало отстраиваться все отстраивалось в советской тематике сюда на балкончик вышел перекурить наверно классный вид оттуда открывается монументальные здания это главный символ минска на улице кирова старое кирпичное здание сохранилось и можно видеть какие ажурные балконные ограждения шикарно в один из приездов в минск обратил внимание на то что очень много присутствует памятников ленину здесь тоже даже стоит бюст ленину и вот удивительной даже вот судя по этим работам по графике которые здесь присутствуют бюст ленина не снесли на улице октябрьской когда-то там были различные производства сегодня это все закрыто впечатляет прикольный райончик здесь было бы классно летом потусить по лету здесь конечно же жизнь кипит такие открываются лотки там всякие напитки продают коктейльчики лимонаде кицы но вот граффити уже такие да под трёпанной временем и это конечно добавляет колорита в том числе вот этот автобус старый ништяк даже автобус здесь имеется искусство в открытом пространстве где-то суть и изюминка граффити в том что со временем эти работы они просто начинают исчезать под влиянием природных явлений таким образом эти работы никогда не удастся разместить в музеях они останутся только на фотографиях и на видео и когда-то их зарисуют новыми работами и тем самым вот такие произведения искусства уйдут канут в лету и это в общем-то особенность граффити это у нас литературный музей кстати вот на богдановича заходите в литературный музей я бы с удовольствием зашел если бы он был сейчас открыт кстати максим богданович это известный белорусский поэт да шикарно конечно такие какие-то перепады вот честно говоря вот когда дома особенно ставили дома поста музей богдановича здесь вот я же говорю поэта и писателя богдановича максима богдановича мы зашли во двор чтобы посмотреть вот эту памятную доску посвященную поэту богдановича историческая культурная область где жил богданович не заправить белорусский график живописец и скульптор вот пожалуйста здесь установлена на ему скульптура честно говоря не знал даже протокола но приезжаешь беларусь до хочется хочется открывать для себя эту культуру хочется ее изучать интересно она близко что настоящий да это же столица сами совершенно случайно я набрел на стену цоя в минске классическая надпись этот свой жив вот свою быть всегда и везде свободным люди приносят цветы ты должен быть сильным ты должен уметь сказать различные да есть вот фотографии цоя разных годов с сигаретой символично сверху можно видеть зажигалку на это символично а про виктора цоя я расскажу отдельно этот человек вышел из ленинграда этот человек вышел с проспекта ветеранов ему поставили памятник рядом с метро но где он жил я расскажу отдельной здесь у нас куча всякого от пространства давайте пройдем посмотрим что здесь у нас во дворе во дворе вообще вот они те самые бразильские мотивы классный граффити какой-то свой национальный колорит здесь присутствует отличаются конечно по мировосприятию можно видеть эти рисунки как они отражают жизнь более такие теплые гармоничные на набережной свислочи можно видеть рыбака снизу зачем-то вот это вот местность напоминает мне к ленинград в район прегали да очень сильно напоминает вот оказался на берегу свислочи да тут так опять уютненько ширина примерно как у прегали снега как вы видите практически нет это минск по диагонали от троицкого предместья располагается также шикарный райончик со старой архитектуры с новоделом под старую архитектуру также на берегу свислочи нет получается уже другой берег противоположный троицкому предместью но мосты есть можно проходить и это конечно вот здесь куча всяких заведений особенно пятничного характера поэтому если вы приехали в минск за развлечениями тут в пятницу в субботу обязательно сюда идите и здесь вы эти развлечения найдете вот в минске видимо беларуси также развернули и горное заведение нужно везде казино встретить так что если вы азартный игрок то пожалуйте в минск хорошая страна красивая страна и дай бог и оставаться в этом же русле в русле свислочи я имею ввиду ну и меня все поняли и дальше развиваться только в лучшую сторону чтобы город уже не страдал если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь